ребят привет я хочу сейчас с вами поделиться невероятной красотой смотрите сейчас покажу вам одну секундочку смотрите какое у нас волшебное утро смотрите на эту невероятную сказку мне очень нравится вот именно наш задний двор наши деревья летом красиво когда листва и ты не видишь совершенно соседей а сейчас зима все так заснежена прям как настоящей сказки правда честно мне будет очень не хватать именно этого вида на за нашим заднем дворе когда мы будем переезжать в очередной раз что кстати должно случиться уже совсем скоро да да ребят мы опять планируем переезжать придется нам опять переезжать в скором времени но пока это еще такой маленький секрет где в каком штате мы будем находиться мы еще на самом деле определяемся сами и поэтому немного позже я сниму видео расскажу с каким штатом мы определились где мы будем ехать что мы там собственно говоря будем вообще делать почему мы переезжаем ребят опять доброе утро я уже начала свое утро уже красиво выгляжу пью свою последнюю чашечку кофе и хочу как раз вот записать немного видео сделать чуть побольше немножко более информативно и хочу показать да что у нас вот по прежнему идет снег уже несколько часов очень красиво снежно как раз такая зима которую я люблю чуть позже мы пойдем с детками на улице играться мне правда нравится такая возможность что на нашем заднем дворе у нас есть горка детки могут покататься мы можем поиграть не надо никуда идти для этого далеко и вообще мне очень и очень просто нравится наш вид и конечно мне немножко грустно из-за того что мы должны переезжать но именно по той причине что я не уверена что у нас получится вновь найти дом вот именно с таким задним видом но я буду надеяться на это теперь немного скажу да такой вот момент учитывая погодные условия которые прогнозировались мы вчера получили телефонный звонок со школы о том что школа отменяется это практикуется в америке все время оба родителя получают уведомление о том что школы не будет вчера мы получили такой звонок в 6 вечера но очень часто такие звонки могут быть и в 4 и в 5 и в 6 утра и конечно в этом моменте очень нам помогает то что я дома что я не работаю мне не нужно менять для этого график звонить на работу отпрашиваться почему так как в америке нельзя оставлять ребенка конкретно в нашем штате 1 до 12 лет то есть сейчас уже ромочка официально может оставаться один дома а раньше я его еще оставить одного не могла так как если бы добрые соседи узнали что ребенок в 9 в 10 в 11 лет дома один они бы могли позвонить соответствующие органы ну и тогда бы нам было бы не очень сладко вот но сейчас уже у него такая возможность есть ну и конечно я думаю это тоже играет огромную роль в этом положительном плане затем хотела еще вам немножко рассказать да я сказала что мы готовимся к переезду теперь давайте я наверно немного расскажу о наших переездах почему мы переезжаем так часто так как как правило затем под каждым из этим видео я получаю очень много таких я не скажу прямо негативных и обсуждающих комментариев но очень много таких комментариев о том что мы должны думать больше детях что мы очень травмируем детей зачем такие частые переезды давайте вам скажу сразу что в америке это очень очень часто к тому же если вы планируете карьерный рост и вы заинтересованы в том чтобы продвигаться по карьерной лестнице равно получать больше денег улучшать свое материальное положение и соответственно этим моментом мы улучшаем наши финансовые возможности также тот уровень жизни который мы можем себе позволить и конечно да вот если я расскажу давайте на примере самом типичном самом обычном примере скажем продавцов да то есть устраиваются 18 лет два парня на одну и ту же должность две девушки неважно два человека устраивается на одну и ту же должность на должность продавца и конечно они видят себя возможно лет через 20 через 30 директором этого магазина и скажем так с оклада в 1000 долларов они уже будут зарабатывать скажем 7-10 тысяч долларов в месяц конечно это цель но один готов к переездам а другой не готов он боится каких-то перемен он вообще не хочет да никаких трудностей которые связаны с этим переездом так как конечно с каждым переездом связаны определенные трудности и потом по истечении тех же 30 лет человек который был готов к переездам он уже занял эту должность должность директора магазина возможно он уже даже выше а человек который не был готов к переездам конечно у него есть продвижение у него есть определенные успехи но они гораздо гораздо И, скажем так, через 30 лет он из должности обычного продавца, возможно, он дорос до должности старшего продавца, возможно, даже стал немного выше, но, скажем так, доход одного человека уже в месяц составляет 1010-15, а доход второго человека 30 лет с теми же изначальными задатками уже составляет лишь 1500-7. Конечно, это огромная разница, и именно по этой причине Чед открыт к переездам, и все его, когда он начинал работать на этом предприятии, те люди, которые не были готовы к переездам, они также остались на тех же должностях, либо немножечко должности выше, но Чед их уже всех перерос, он перерос уже своих начальников, которые были раньше, ребят, с которыми он начинал, которые были его начальниками. На тех объектах от должности он их уже многих перерос, то есть поэтому мы и переезжаем, и мне кажется, это отличный пример того для наших детей, как важно стремиться к переменам и полагаться на себя в этом плане. Давайте вспомним наших родителей, когда все работали на одном и том же предприятии, на одном и том же заводе, боялись каких-то перемен, конечно, времена были раньше другие, но так как сейчас времена поменялись, нужно быть готовым к переездам, быть готовым к возможностям, возможно изменить полностью даже свою работу, если вам там предлагают лучшие условия. К тому же здесь, в Америке, это совершенно не проблема. Даже вот для тех из вас, кто знаком с Таней, мы делали с ней недавно видео, когда Таня тоже у нас была в гостях, и мы с ней разговаривали о жизни в Америке. Я ей точно так же сказала, чтобы она была готова к другим возможностям, была открыта к тому, что нужно менять работу, так как в Америке это даже наоборот более приветствуется, и они таким моментом привлекают людей, чтобы они приходили работать к ним. К сожалению, это правда, если ты работаешь в одной компании, тебе получить повышение за час, тебе получить повышение будет немного сложнее, чем человек, который только пришел. Сейчас, кстати, в Америке это тоже огромная такая проблема своего рода, так как сотрудники, которые только пришли на работу, они получать могут больше, чем те, кто там уже проработал какое-то время. Мне эта структура непонятна, так как желая удержать человека, вам нужны люди, вы должны их удержать, вы должны им предлагать точно такую же зарплату, чтобы они не ушли в другое место, где им за ту же самую работу будут платить больше. Но видно тоже, да, идут, ссылаются на тот момент, что не каждый человек готов, будет все равно продолжать работать и за эти деньги. Не знаю я, чем они мотивируют, но это правда, что человек, который только придет на эту должность сейчас, он может получать больше, чем человек, который уже проработал какое-то время на этом предприятии. Поэтому я всегда за перемены и я учу наших детей этому тоже, в данном случае, конечно, этому очень больше Рому. Ладно, ребят, я теперь буду сейчас заниматься своими делами, буду готовить детворе свой завтрак. Собственно, не шудите строго, не пишите комментарии, почему мы такие плохие родители и травмируем Рому частыми переездами. Поверьте мне, у Ромы все замечательно, Рома очень спокойно относится к переездам. На данный момент, когда вот я ему сказала, что у нас будет переезд, он только спросил, куда, в какой штат и все. Но мы еще пока ответ на этот вопрос не знаем сами точно. Ладненько, ребят, увидимся с вами совсем-совсем скоро. Если вам интересно, куда же мы все-таки, в какой штат мы переедем, в какой город, почему мы так выбрали, почему у нас вообще так сложилось, обязательно оставайтесь на моем канале и в ближайшее время, когда мы уже будем больше знать сами, я обязательно сделаю это видео, расскажу, покажу дома, которые мы выбираем, расскажу также, сколько они стоят, школы, почему мы выбирали между этих штатов, на каком штате мы все-таки остановились и главное, почему. Ладненько, ребят, увидимся с вами совсем-совсем скоро. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока. Вот, ребят, хочу показать, видите, мы их абсолютно не просили, они сами, ребята, это наши соседи, они знают, что ЧЕД дневное время работает, они увидели, что мы с детками гуляем на заднем дворе, они расчищали свои участки от снега, они знают, что у нас нет снегоуборочной машины, точнее, как знают, они видят, да, что мы всегда это делаем с помощью лопат, ЧЕД делает, и я вот слышу, что как-то так сильно прям возле дома работают снегоуборочные эти машины, выглянула, смотрю, три человека, три наших соседа с трех сторон, они нам помогают расчищать, сказали, конечно, я их вышла поблагодарить, они сказали, что потом ЧЕДу, конечно, придется делать работу уже, когда он вернется, но такую работу сейчас они сделали, могу сказать, что я дружу с их женами всегда, когда я делаю что-то дома, я угощаю то одну из семей, даю угощение одной из мам, то в другую семью делаю какие-то маленькие печенья, всегда, или если тортик, всегда делюсь, собственно, вот так вот очень-очень приятно, когда у тебя такие хорошие соседи, и просто так бескорыстно делают такое вы хорошее, доброе дело, огромное спасибо этим ребятам, нам сегодня будет гораздо легче, так как невероятно много осадков у нас сегодня выпало, и еще снег продолжает идти, у нас сейчас только час дня, ЧЕД будет дома еще через 4 часа, я думаю, он будет приятно, приятно удивлен. Ребята, они нам даже расчищают дорогу к дому, чтобы мы могли, смотрите, даже дорогу к дому нам расчищают, вот здорово. Да, Катю, скажи, какие у нас соседи классные. Теперь с меня, по всему, еще один торт в благодарность уже непосредственно трем семьям одновременно, ну, для нас это не проблема. Вот такой вот снежный-снежный день у нас сегодня в Мичигане. Субтитры сделал DimaTorzok